Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы читаем четвертую главу второй Маковийской книги в переводе Брагинской и Шмайной Великановой. В предыдущей главе рассказывалось о том, как Израиль, живущий по законам, по заповедям, постигают первой неприятности. Человек, которого звали Симон, который был старостой, как мы сейчас сказали бы, или экономом, управителем хозяйства в Иерусалимском храме. Вот этот человек осуществил некоторую интригу, благодаря которой храм чуть не был ограблен. Но чудесным образом, по молитве первосвященника и всего народу, храм был спасен. И вот что же происходит дальше? Вышеупомянутый Симон, ставший доносчиком на сокровища и Отечество, начал клеветать на Уонию, будто именно он запугал Гелиодора и сделался виновником его бед. Гелиодор — это посланник царя из Антиохии, который должен был войти в храм и вынести оттуда сокровища, средства, которые там находились, средства, которые были предназначены для поддержания вдов, сирот, средства, которые там хранились, как в банке, принесенные туда некоторыми частными лицами. И вот не получилось у Гелиодора это сделать. Он был с силой Божьей остановлен. Явились какие-то небесные воины, которые исхлестали его и не дали ему сделать то, что он задумал. А Симон, который был зачинщиком всей этой истории, он не успокоился. По-прежнему есть благочетивое первосвящение кони, которое препятствует ему распоряжаться храмовыми деньгами. И как ему теперь быть? Он пускает вот такую клевету, что именно Симон, первосвященник, виноват, что именно Оня, простите, первосвященник, виноват в том, что случилось с Гелиодором, что это он его запугал и сделался виновником в обед. Богогадетели города, покровители соотечественников и ревнители законов, он дерзнул назвать заговорщиком против властей. Когда же вражда зашла так далеко, что руками одного из испытанных людей Симона стали совершаться убийства, тогда Оня, видя, что страсть к соперничеству ведет к беде, и что Аполлоний, сын Минисфия, правитель Келесири и Финикии, разжигает Симонова злобу, отправился к царю. Но не для того, чтобы выступить обвинителем сограждан, а ради пользы всего народа и каждого в отдельности. Он ведь понимал, что без царского попищения невозможно вернуть дело в мирное русско, а Симона отвратить этого безумства. Ну вот, Оня пытается как-то сопротивляться тому, что устраивает Симон, а Симон доходит до того, что организовывает террор, уже какие-то убийства происходят. И Оня отправляется к царю с тем, чтобы попытаться с помощью царя как-то вернуть ситуацию к нормальному течению жизни. Но когда скончался Селевк, а царство перешло к Антиоху по прозванию Епифан, тогда Ясон, брат Они, подкупом присвоил себе должность первосвященника, обратившись к царю и посолив ему 360 талантов серебра и 80 талантов с некоторых других доходов. Кроме того, он пообещал добавить еще 150 талантов, если может решать своей властью, устроить гимназии и эфебию, а также записать жителей Иерусалима в Антиохийце. Не получилось у Они вернуть ситуацию в мирное русское, потому что уже изнутри народа зреет множество разных язв. И вот появляется новый персонаж Ясон, который вместо Они становится первосвященником. Причем как? Он у царя покупает себе право быть первосвященником. Он подкупает царя с тем, чтобы царь именно его назначил первосвященником. И заботится он, этот Ясон, не о том, о чем должен первосвященник заботиться, не о исполнении заповедей, не об исполнении закона, не о совершении богослужений, не о принесении жертв. Он заботится о том, чтобы устроить гимназий в Иерусалиме, эфебию, а также записать жителей Иерусалима в Антиохийце. О чем здесь идет речь? Речь здесь идет о том, что Ясон является сторонником эллинизации, сторонником того, чтобы иудеи отверглись того образа жизни, который был для них привычен, той одежды, которая была для них привычна. Самое главное — верности закону. Он еще не говорит об этом прямо, но уже делает очень много для того, чтобы воспитать молодое поколение совершенно в другом духе, построить для них греческую школу, такую, какие были приняты в эллинистическом мире, гимнасий. Эта школа, прежде всего, где совершались спортивные упражнения, причем юноши там соревновались обнаженными и часто точно сопровождалась какими-то вещами, которые для эллинистического мира считались нормальными, но для человека, воспитанного на Библии считаются невозможными. Вот этот новый первосвященник, Ясон, он как раз популяризирует все это, он строит гимнасий и также записывает жителей Иерусалима в антиохийце, то есть он приходит к новому царю, антиоху Епифану, и говорит, мы хотим быть гражданами твоей империи, гражданами, подчиненными твоей власти, селевкидской династии. И мы хотим, вот как есть множество антиохий по всему миру, действительно, в честь вот этого царского имени антиох, переходящего из поколения в поколение, многие очень города назывались, и вот мы хотим, чтобы Иерусалим стал такой антиохий иерусалимской, вот, чтобы это был твой город, и жители этого города были бы не только подчинены тебе, но и в духовном отношении стали бы носителями такой новой эллинистической идеологии. Вот об этом заботится Ясон. По сути дела это отступничество и предательство от всех древних установлений, древних законов. Отвергнув царские леготы, человеколюбиво пожаланные иудеям стараниями Иоанна, отца того Эвполема, который был у римлян с посольством о дружбе и союзничестве, и упразднив законное гражданское общежительство, он вводил новые обычаи, отступнические. То есть уже были некоторые леготы, было понимание, что Иерусалим — это особое святое место, храм — это особое святое сооружение, и цари относились почтительно к храму. Но вот Ясон, он зачем-то идет на поклон к этим, по сути дела, враждебным правителям, и вводит вот эти новые отступнические обычаи, традиции. В первой Маковикской книге довольно подробно тоже об этом рассказывается, и как бы автор говорит, что, в общем-то, это и явилось причиной тех зол, которые потом постигли Израиль. Именно отступление от древних отеческих обычаев, отступление от верности закону, от верности заповедям. И вот здесь тоже мы видим, в предыдущем поколении первосвящение коней исполнял закон, и тем самым удалось и храм защитить, от разграбления, и жизнь была относительно мирной. Но вот приходит новое поколение, которые уже не стремятся исполнять закон, которые, наоборот, стремятся до того, как заставляют, уже отступить от отеческих традиций и принять новые языческие и ленистические традиции. Под самой крепостью Ясон с удовольствием соорудил гимнасий, предводительствовал лучшими юношами, нахлобучив на них широкополые шляпы. Из-за страшного кощунства Ясона, нечестивцы они первосвященника, эллинство так расцвело, а чужеродные обычаи так распространились, что священники не проявляли уже никакой охоты служить у жертвенника, презирая храм и не радия о жертвах. Они по призыву диска спешили принять участие в отступнических упражнениях на полестре. Ни во что не ставили они отчего честь, зато эллинскую славу почитали прекраснейшей. Вот наступает эпоха забвения Бога, забвения заповедей. Все увлечены вот этой новой модой, эллинской модой. Носят какие-то особые шляпы. И сами священники думают уже не о том, чтобы совершать богослужения, приносить жертвы, а о том, чтобы участвовать в соревнованиях в этом гимназии. По призыву диска спешили принять они участие в отступнических упражнениях на полестре. Был определенный порядок, как проходили эти упражнения в гимназии. И самое первое всегда было метание диска. И вот священники предпочитали находиться там, а не совершать богослужения. Из-за этого попали они в тиски обстоятельств. Именно те, чей образ жизни вызывал у них зависть, и кому они хотели во всем уподобиться, врагами стали до них и палачами. Действительно, тяжкое дело нечестило дарушать божественные законы. И будущее скоро это покажет. Ну, действительно, мы увидим, что вот тогда, когда Израиль отступил от отеческих обычаев, начались очень страшные гонения, о которых будет сказано дальше. Когда в Сирии в присутствии царя праздновалось пятилетние игры, гнусный Иессон отправил туда посольство, будто бы антиохийцев из Иерусалима, с тремя сотнями драхм серебра для жертвоприношения Гераку. Но даже они не сошли возможным использовать их для жертвоприношений, ибо это не подобает, решили употребить их на другие расходы. Таким образом, посланное на жертвоприношение Гераку благодаря посланцам пошло на снаряжение Триер. Иессон — человек беспринципный. Иессон — человек, который ни во что не ставит то, чему он должен был бы посвятить свою жизнь. Он первосвященник, хотя он укупил себе эту должность, но он же стал первосвященником, казалось бы, именно это для него должно быть важным. Но для него это совершенно безразлично. Он человек такой вот циничный, расчетливый и беспринципный. И он легко отправляет деньги, чтобы они были принесены в дар языческому божеству Гераку, чтобы таким образом поучаствовать в каких-то языческих жертвоприношениях. И даже те посланцы, которых он туда отправил, даже они понимают, что это чересчур. И уже находясь на месте, вот они сумели направить эти средства таким образом, чтобы они пошли на снаряжение кораблей Триер. А все-таки не на непосредственно языческое жертвоприношение. Когда же Аполлоний, сын Меснисфея, был послан в Египет по случаю восшествия на престол царя Птоломея Филометиора, Антиох узнал, что новый царь враждебно относится к его государству и стал принимать меры к собственной безопасности. А поэтому, прибыв сначала в Лопу, он отправился затем в Иерусалим. Ясона весь город устроили ему великолепную встречу при Фатилах и всеобщем ликовании. После он таким же образом возвратился с войсками к Финикию. Вот царь Антиох, это уже Антиох Епифан, будущий страшный гонитель. Он посещает Иопу, то есть современную Яфу, пригород Тель-Авива, посещает Иерусалим, потому что готовится к соперничеству, к сражениям с Птоломеем. Это другой наследник Александра Македонского. Империя Александра Македонского разделилась на несколько частей. И вот часть подчинялась империи династии Селевкидов, представителем которой как раз был Антиох Епифан, а часть — Птоломею. И вот, готовясь к соперничеству, к сражению с Птоломеем, Антиох посещает в том числе и Израиль, и Апию, Яфу, и Иерусалим. И отправляет с войском дальше. Видимо, он ищет сообщников, ищет, на что можно опереться. Жизнь в Иерусалиме продолжается, и Ясон продолжает бесчинствовать. Три года спустя Ясон послал Менилая, брата вышеозначенного Симона, чтобы тот доставил царю деньги и выполнил распоряжение по насущным делам. А тот, представ перед царем, расхвалил его царственный облик, присвоил себе должность первосвященника, посулив на триста талантов серебра больше, чем Ясон. Ну вот, одна шайка-лейка, и друг к другу они обращаются так же подло, как вообще вот у них принято быть. Симон, который когда-то чуть не устроил первое ограбление храма, у него есть брат Менилай, и Ясон, вот этот бессовестный, беспринципный первосвященник, отправляет Менилая, брата Симона, к царю, к антиоху Епифану, чтобы принести ему какие-то средства, какие-то деньги. А этот Менилай, эти средства используют таким образом, что подкупает царя, чтобы стать первосвященником вместо Ясона, и сам становится новым первосвященником, точно так же, как когда-то Ясон купил свое место и благочестивого своего предшественника, отправив в отставку, так сказать. «Назад он прибыл, Менилай, получив от царя полномочия, но не было в нем ничего достойного первосвященства, только ярость кровожадного тирана и бешенство варварского зверя. Так Ясон, который обошел своего брата, сам был обойден другим, пришлось ему бежать в область Аманетиду. А Менилай власть в своих руках держал, но денег обещанных царю выплачивать и не думал, хотя сострат начальной крепости их требовал, поскольку ведал сбором податей. По этой причине царь призвал их обоих, и Менилай, оставив преемником в должности первосвященника своего брата Лесомаха, а сострат Кратета начальника Киприотов. Менилай обещал средства за свое назначение, за отстранение Ясона, но не выплачивает этих средств. А еще в Иерусалиме есть крепость, где находится гарнизон, подчиненный Антиоху Епифану. И вот Менилай отправляется для дачи объяснений по поводу невыплаты этих средств. Вместо себя назначает своего брата Лесомаха. Тем временем взбунтовались жители Тарса и Малоса из-за того, что их отдали в дар Антиохиде, царской наложнице. Царь поэтому спешно отправился улаживать дела, оставив своим преемником Андроника, одного из знатных вельмож. Тогда Менилай, посчитав, что подвернулся в удобный случай, подарил Андронику часть присвоенных им золотых сосудов из храма, а остальные распродал в Тире и в окрестных городах. Не с пустыми руками Менилай отправился давать объяснение. Он взял, когда-то первосвященник молился, чтобы не было допущено разорение храма, ограбление храма святотатства, а этот новый первосвященник, он сам совершает это святотатство, он похищает часть сосудов из храма и вот в качестве взятки отдает их этому Андронику, который вместо царя находится. А многое просто продает с целью, видимо, личной наживы. Когда это стало доподлинно известно Оне, он, удалясь в убежище в Дафне, что неподалеку Антиохии, начал его изобличать. Поэтому Менилай, учив возможен встретиться с Андроником наедине, попросил его расправиться и с Оней. И тот, задумав обман, пришел к Оне и в ответ на его приветствие с клятвой подал ему правую руку. Хоть он и был под подозрением, но все же убедил Оню выйти из убежища и тотчас же прикончил его, не постыдясь его праведности. Еще жив этот праведный священник Оне, еще он возмущается, а еще может народ как-то начать возмущать против этих новых беззаконных первосвященников. И поэтому он страшным, злодейским образом умершлен, подло и предательски. Ему подали правую руку, как бы в знак мира, дружбы, и тут же злодейски убили. Из-за этого не только иудеи, но многие из других народов стали негодовать и возмущаться преступным убийством этого человека. А когда царь вернулся из областей Килики, иудеи города встретились с ним, причем даже эллины вместе с ними возмущались бессмысленным убийством Они. Антилох, приняв это в близко к сердцу, почувствовал жалость и зарыдал, оплакивая благоразумие и великую умеренность умершего. Воспыгав гневом, он тача же сорвал с Андроника порфиру, разодрав на нем одежды, провел его по всему городу, к тому самому месту, где тот нечестиво погубил Они. Там он стер с лица земли запятанного кровью, так воздал ему Господь достойным наказанием. Ну вот, продолжаются убийства. Они убит вероломно и подло, убит его обидчик, Антилох Епифан таким образом наказал его. Но сама атмосфера, она продолжает быть такой очень болезненной, очень печальной. Это атмосфера отступничества, подлости, предательства. Лисамах же, сведомо Менелая, совершил в городе много святотатств. Лисамах — брат Менелая, Менелай такой же, в кавычках, первосвященник, то есть формально он занимает эту должность, но реально грабит храм и является человеком подлым, беспринципным. И вот и брат его тоже в городе, то есть в Иерусалиме, совершает святотатство. Молва об этом разнеслась. Множество народу собралось против Лисамаха, поскольку немало золотых сосудов уже было расхищено. Когда забурлили разгневанные толпы, Лисамах вооружил около трех тысяч человек и отдал дорогу беззаконием под предводительством некого Аврана, отягченного годами не менее чем безумием. Видя натиск Лисамаха, одним подхватали камни, другие толстые колья, третьи пригоршни, залы, оказавшиеся под рукой, стали беспорядочно швырять все это в людей Лисамаха. Поэтому многим из них нанесены были раны, некоторые даже были сражены на повал. Все обратились в бегство, а самим святотатцам расправились возле сокровищницы. Ну вот возникает некоторый народный бунт против бесчинств этого первосвященника и его брата. И в ответ попытка такого силового подавления этого бунта, но тем не менее Лисамах убит. По этому поводу Менелая привлекли к суду. Когда царь прибыл в Тир, три человека, посланные советом старейшин, подали ему исковое заявление против Менелая. Менелая уже ничего не оставалось, как пообещать Птоломею, сыну Даремена, неплохие деньги, чтобы тот переубедил царя. И тогда Птоломей, отведя царя в один из портиков, якобы подышать свежим воздухом, переубедил его. С Менелая, виновника всего зла, царь обвинения снял, а несчастных обвинителей, которые даже у скифа были бы оправданы, как ни в чем не повинные, приговорил к смерти. И скоро те, кто выступал в защиту города, народа и священных сосудов, постигла неправедная кара. Поэтому даже тирийцы, возмущенные таким злодеянием, устроили им пышные похороны. Менелай же из-за коростолюбия правителей остался у власти, и, увязая в пороки, сделался страшным врагом сограждан. Ну вот, такими драматическими событиями заканчивается четвертая глава второй Маковейской книги. Менелай в результате остается у власти, с помощью взятки, которую он дал царю. Вероятно, средства те же самые, похищенные из храма, от продажи сосудов священных. А те люди, которые добивались правды, справедливости, которые добивались осуждения вот этого беззаконного первосвященника, они, наоборот, подверглись жестоким казням. Настолько жестоким, что даже язычники не стали бы так поступать, как говорит автор второй Маковейской книги. А если что было дальше, мы узнаем из следующих глав. Вот, читали мы эту книгу в переводе Брагинской и Шмайна-Великановой для библейского портала Экзегет. Продолжение следует...